приветствую вас дорогие друзья пусть бог благословит вас такая великая честь ходить с богом быть с ним быть его детям это самое большое самое большое достижение человека это поверить в бога принять его в свою жизнь и сейчас к некоторым людям звучит пророческое слово очень мало времени остается для того чтобы покаяться очень мало времени и у вас очень сейчас есть очень много удобных моментов для покаяния для размышления но этого всего может уже потом не быть потом может быть очень все произойти как-то быстро и вы не успеете покаяться очень много людей сейчас находятся в таком состоянии которые не успели покаяться и сейчас они в другом мире они в другом месте и они очень сильно сожалеют о той возможности которую они упустили это не просто какое-то запугивание это просто реально то что сейчас происходит и если у людей спросить те которые упустили свой шанс свою возможность покаяться обратиться и получить свое спасение если у них спросить что вы сейчас хотите они скажут только одно уверовать и спастись и сегодня это доступно для каждого человека мы специально транслируем везде где только можно везде где только можно на фейсбуке на тебе н балтина тебе n россия в ю тубе везде везде вы можете увидеть что идет трансляция для одной цели ваша душа очень ценная ваша жизнь очень ценная иисус отдал за вас свою жизнь чтобы вы имели жизнь вечную имели продолжение поэтому я просто призываю вас сделать свое здравое решение мы приходим сюда по двум причинам одна из причин это то чтобы принять иисуса христа уверовать последовать за ним быть всю жизнь всю вечно с ним и вторая это чтобы отказаться от него израильский народ однажды отказался от него они сказали убей его распни его мы не хотим его мы отвергаем его и потом когда их дети в будущем через несколько поколений сидели в концлагерях они сидели страдали на нарах и они говорили бог 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 за что за что за что ты такой жестокий за что ты так мучаешь нас и не понимали что их родители прокляли их их родители отказались от жизни и теперь они не понимают почему с ними происходит беда почему такая жизнь у них тяжелая почему такая беда где она жизнь для чего он родился и смысла в жизни нету поэтому деяние 17 глава 30 стих бог говорит ко всем людям ко всем народам ко всем бог повелевает ныне людям всем повсюду покаяться бог повелевает если вы этого не сделали значит вы сознательно выбрали другой вариант поэтому пусть вас господь благословит и пусть ваше сердце она осознает осознает всю серьезность и на основании этого насозна на основании осознанности вы сделаете свое заключение да или нет это ваше право это ваша жизнь это ваше будущее мы знаем я знаю что лучше жить со христом это лучшая превосходнейшая жизнь аминь пусть господь благословит каждого кто сейчас смотрит и пусть господь употребит вас там на тех местах где вы есть их странах чтобы имя иисуса стало известно вся наша жизнь христианская связана с этим именем мы не просто каким-то образом связаны с христианством мы напрямую связаны со христом с иисусом христом поэтому мы верующие и так тема проповеди будет называться настрой свою веру вера может быть маленькой вера может быть большой иисус об этом говорил одним людям он обращаясь говорил маловерный а к другому представьте человеку говорил велика вера твоя представьте к одним людям он говорит маловерный тем самым указывая что у у него недостаток веры не потому что его обделили а потому что он сам себя обделил ему говорят ему говорят маловерный зачем ты усомнился то есть господь как бы и обличает и тут же вдохновляет его верить больше доверять больше не бояться а к другому человеку он вообще никаких претензий не имеет он говорит о женщина велика вера твоя иди с миром иисус учил и говорил ученики спрашивали почему мы не могли изгнать беса он сказал по неверию вашему они верят еще хуже это хуже чем даже маловерие хотя они где-то там друг с другом представляете иисус сказал вы бы могли изгнать этого беса если вас была вера но так как у вас по неверию вашему бес не ушел не подчинился вам и иисус сказал если бы вы имели веру с горчичное зерно вы могли бы горы переставлять вы бы могли ситуацию менять знаете поменять гору это поменять вообще просто ландшафт поменять просто гору переставить представьте это какие перемены глобальные это очень серьезные перемены взять и поменять что-то в жизни то что никогда не двигается дайте гора не двигается гора не там знаете это не 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 луна вам которая сегодня здесь а потом ты смотришь она потом вон там где-то уже полумесяц поймите гора как она была утром, днем и вечером, и она такая же будет стоять. Но если у вас есть вера, вера будет способна передвинуть ее. Если она что-то заслоняет, если она что-то загораживает, если она мешает чему-то продвинуться, вы сможете ей приказать, и она уйдет. И Иисус горы двигал очень запросто. Он изгонял бесов, потому что для кого-то это была гора. Он исцелял больных, он восстанавливал жизни. Что мне больше всего нравится? Он менял мышление. Иисус менял мышление. Это мощно. Представляете? Это самое мощное, что только может быть с человеком, у которого изменилось мышление. А знаете, покаяние, оно так и звучит, перемена в мышлении. Перемена в мышлении. Это и есть покаяние. Это когда человек перешел от власти тьмы в чудный Божий свет. И теперь он уже мыслит о Боге. В прошлый раз я говорил о том, что люди, они не имели Бога в разуме. И они стали грешить. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога. А почему? Бога не было в разуме. Ты прославляешь только то, что в твоих мыслях, то, что в твоем сердце. И там сказано, что так как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. Все превратный, развратный ум, который идет на разрушение. Господь придет очень скоро за своей церковью. И как вы думаете, вот все вот эти башенки заберет он к себе? Везде, куда люди ходят, вот эти здания он заберет? Нет. Он заберет людей. Каких людей? У которых есть вера. Почему я так могу говорить смело, уверенно? Потому что сам Иисус сказал, сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? То есть, когда он придет в свое восхищение? Когда он будет забирать свою невесту? И невеста и проявит себя настоящая, показав свою веру. Без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно стать невестой Бога. Невеста Бога – это что-то очень высокий рамк. Это самый высокий рамк. Это с кем Христос будет делить свое сердце, свои мысли, свои переживания. И если в твоих мыслях этого всего нету, нету ни Христа, ни Его служения, то как Он с тобой это разделит? Это не будет общего понимания, будет недопонимания. И его даже не будет, я бы так сказал. Вера может быть маленькой, а может быть и большой. Все зависит от того, насколько у нас есть желание, от нашего желания. Желаю ли я большую веру, или мне достаточно этой веры, чтобы спастись, чтобы не пойти в погибель. Я поверил в Иисуса Христа, в Его жертву, все. Но это начало, это твое рождение. Но ты же не можешь остаться в роддоме и жить всю жизнь в роддоме. Первые дни рождения своего ребенка живет в роддоме. Ну, через пару дней Ему говорят, все, у тебя теперь новое место жительства, иди, развивайся, расти, там начинай думать, ходить, говорить, бегать, кушать и так далее, лазить. Там, ты все. Так и мы, мы взрослеем. И Господь, Он не зря сейчас озвучивает это. Когда я, перед тем, как проповедовать, я всегда молюсь, чтобы Бог говорил, чтобы это было Божье Слово. И вы знаете, Иисус сейчас обращается ко многим. Многие думают. И многие не уверены, я невеста Христа или невеста, или не невеста Христа. Я невеста Христа или невеста Христа. Все зависит от вашей веры. Знаете, Библия написана одна ко всем одинаково. Закон распространяется на всех один. Один. И Евреям 11,6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Надо, надо, чтобы человек верил, что есть Бог. И этого не достало. И ищущим Его воздает. Взаимоотношения. Другими словами. И если здесь сказано, что невозможно угодить Богу без веры, значит, невозможно быть невестой Христа без веры. Невозможно. 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 Вера не относится к разуму. Она, да, в разуме Бог, но вера относится к сердцу. Я сердцем верую. Я не разумом люблю. Я люблю сердцем. Разум мне помогает анализировать, расставить все на полочке, но влюбляемся мы сердцем. Матфея, 14 глава, 31 стих. Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Маловерные всегда будут сомневаться. Вы видели, что люди всегда сомневаются. Они всегда сомневаются, всегда какой-то подвох ищут, всегда какой-то, знаете, у них подстава, всегда у них как-то надо какой-то запасной вариант иметь в своей жизни, чтобы если что, там какие-то выходы запасные. Послушайте, это люди маловерные. Если мы последовали за Господом, нам не надо никаких других вариантов искать. Мы знаем, что мы в его руках. Нам не надо переживать, нам не надо сомневаться, а получится, не получится. Мне нужно заботиться только об одном, чтобы мое сердце любило его. Вера приходит от него, вера не приходит от моих усилий. Хотя я могу настроить свою веру, и тема сегодня об этом, что каждый из нас может настроить свою веру. Знаете, мы же плиту настраиваем, мы звук настраиваем, когда смотрим, мы тише, громче делаем. Каждый под себя настраивает. Ты плиту приходишь, ты тоже настраиваешь. Ты включил, подогрел, начал жарить, убавил, видишь, ты регулируешь. Все в жизни регулируется. Вера тоже регулируется. Ведь Иисус сколько ценных советов давал своим ученикам. Он говорил, бодрствуйте и молитесь. Что они делали? Спали. Господь, пусть во время сна приходит вера. Я вот сплю, а ты в меня закачивай веру просто, просто прям заливай прям в меня послушай, Господь тебе сказал, бодрствуй и молись. Написано, что если бы человек знал в какой час ночи вор придет к нему, то бодрствовал бы. Что это такое? Ты не спишь. Ты ходишь и ждешь, когда подкоп начнется. Так, с какой стороны? С какой стороны? С какой стороны? Ждешь, 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 12 часов, час, ночь. Ты знаешь, что вор должен прийти. И ты смотришь, зашевелилось что-то. И ты стоишь уже с оружием, чтобы огреть этого вора. Потому что он к тебе идет. Ты его не звал. Ночью не ходят в гости. Так ты должен настроить свою веру. И дьявол-то подкопы делает для чего? Чтобы ограбить тебя. Ограбить его. То, зачем он приходит, это не просто ты. Это то, что есть у тебя. Это вера. Это любовь к Богу. Огонь. Он все это ворует у многих. Он смотришь, они такие все потухшие. Все, на собрание не могут ходить. Ничего у них нет. Они постоянно сомневаются. Они не могут принять, знаете, какое-то твердое решение. У них нет долгосрочных планов. Все какое-то непонятное. Почему? Потому что нет взаимоотношений с Господом. Ой, столько раз говорили, Господь придет, еще не пришел до сих пор. И зачем вообще себя настраивать? Послушай, если ты не будешь себя дисциплинировать, то когда он на самом деле придет, то ты и не будешь готов. Подготовка, знаете, армия всегда находится в боеготовности. Для этого она и армия, чтобы как только сигнал дал, все уже готово. А не так, что кто-то в отпуске, кто-то там, кто-то сям, кто-то за грибами. И знаете, сирена раздалась, тревога номер один. И никого нету. Трое прибежали, а где остальные? А там тот за грибами, а тот там на рыбалке, а тот в отпуске, а там это, это, то, все, вот и армия. Матфея 18, 15 глава, следующая глава, 28 стих. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Представляете? Он сказал, велика вера твоя, молчанием, своим игнором Иисус проверял, насколько у нее мощная вера. И когда она доказала, издала этот экзамен, этот тест прошла, тогда он ей поставил оценку. Это была самая высокая оценка, которую Иисус поставил. Велика вера твоя. И знаете, он говорил это с удовольствием. Он не говорил так, ну, язычница, ты все-таки получишь чудо, потому что ты не отступила. Но мне так не хотелось тебе дать чудо, потому что ты язычница, ты собака. Нет. Он сказал, о, женщина, понимаете, Иисус здесь стирает уже все преграды, стоящие между Богом и человеком, между иудеями и язычниками. Он стирает, он говорит, вера. Вот что его интересует. Вера. И он говорит, молодец, молодец, дочь твоя исцелена. А вы знаете, что до конца дней ее дочь ни за что не исцелилась бы. Ни за что она бы, что-то бы с ней плохое произошло. Бесы ее кидали, бесы ее мучили. Она была одержимым человеком. И мать каждый день наблюдала это ужасное зрелище, как бесы ее дочь треплют, треплют, треплют. Что этой женщине надо было? Ей надо было проявить веру. И она это сделала. Она сделала это. И получила свою здоровую дочь. Представьте, вера творит невозможное. И если в нас есть маленькая вера, с одной стороны, да, нас поругают и скажут, но с другой стороны, она у нас уже есть. Она у нас уже есть. Что же нам надо? Нам надо ее взращивать. Нам надо ее увеличивать. Как? Давайте мы прочитаем как. Деяние 14 глава 8 стих. В листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. Ничего себе заявление инвалиду. Зачем ты орешь на него? И он тотчас скачил и стал ходить. Аллилуйя! Вы хотите видеть эти чудеса? Вы их можете видеть? горе нам, если мы верим в великого всемогущего Бога, а кто-то еще поет, мы верим в Бога Израилева, который явил столько чудес и не видит его в своей жизни. Горе таким людям. Они верят, что Бог когда-то творил, а сегодня, сегодня, на дворе 20-й год, 11-е или все, все времена лучшие прошли. Нет. Я вам скажу, какие еще времена впереди. Ой-ой-ой, какие еще хорошие времена впереди. Потому что однажды мы проснемся, однажды до нас дойдет, однажды мы поймем. Главное, чтобы еще и время чуть-чуть осталось. И тогда мы увидим великого Бога в своей жизни. А давайте сейчас прочитаем. 11-й стих. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликоонски, боги в образе человеческом сошли к нам. Представьте, они закричали народ, когда увидел это, он закричал, слушайте, все началось просто с того, что Павел благовествовал. Павел говорил об Иисусе. Этот человек не ходил о чревом матери. Никогда не ходил. У него не было даже мозг, не знать, что такое нога наступает. Его носили, да? Он сидел. Сидел. Все. Все, что он сдал, это сидеть. И вы представьте, Павел просто пришел и говорил им Христа. Говорил Павел, проповедовал. Что делал этот человек, инвалид? Что он делал? Он внимательно слушал. Он слушал. Скажите, была у инвалида вера до Павла? Мы не знаем, Библия не говорит, что была у него вера. Мы знаем, что он сидел и все. Как инвалиды, они такие сидят. Не инвалиды, все. Это их статус. Но когда он слушал Павла, что-то стало происходить с этим инвалидом, с этим хромым человеком, который никогда не ходил. Это не просто хромой, который прихрамывает, тот, который не ходит. Родился таким. И вот он слушает Павла, он слушает Павла, он слушает Павла, и написано, Павел взглянул на него и увидел, что он имеет веру. Часто мы думаем, Бог, почему ты не отвечаешь на мою нужду? А он не видит, он смотрит, у тебя веры нету. Он смотрит на тебя, ты молишься ему, а веры у тебя нету. Он видит большой ноль, и он не отвечает тебе. То есть ты как бы не можешь ответ вытянуть из духовного мира. Даже если он тебе дам, он находится в духовном мире, твоя вера примагничивает к нему, к тебе. Ты это чудо примагничиваешь ответ, а у тебя нету этого магнита, у тебя нету веры. И все могут быть твои благословения, что ты попросил остаться. И вот Павел посмотрел, что он имеет веру для исцеления. Бог смотрит на тебя сегодня. Что он видит? Он видит в тебе веру. Однажды в одной деревне верующие помолились. У них была засуха, им надо было урожай собирать. И они молились, Господь, дай дождя, давайте за руки возьмемся. И все молились, и молились, и молились, Господь, дай дождя, дай дождя, у нас засуха. И когда закончили молиться, все пошли на улицу, только один мальчик взял с собой зонтик. Понимаете, как можно молиться? Зная, что дождя не будет, вот так можно молиться. И только один мальчик проявил веру. Вот что такое вера. Когда ты в солнечный день, ты берешь с собой зонтик. Почему? Я молился, и я просил у Бога дождя. И когда Бог такое видит, тучи не будет, а дождь будет. Даже такое произойти может. Господь призывает нас сегодня. Господь призывает, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа. Чтобы мы взирали, смотрели на Него и учились у Него. И вы знаете, что Иисус сказал своим ученикам? Я даю вам власть, я передаю вам царство, я передаю вам силу. Знаете, Он все, все полномочия передал им. Поэтому люди не могли по-другому сказать, они говорили, это Боги. Нет, это обычные люди, у которых есть вера, и которые способны изменять ситуации, которая веками не менялась. Они меняют, приходят и моментально меняются, и люди могут понять, другой дизайн теперь. Да, дизайн будет красивый, потому что у Бога все красивое, у Бога все самое лучшее. Давайте придем к осознанию, что нам нужна вера. Без веры невозможно слышать Бога, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, представьте, приходишь к Богу и не веришь, что Он есть, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, что Он добрый Бог, что Он воздает, когда Ты Его ищешь, но ты должен поверить, что Он есть, а для этого ты должен услышать правильный месяц, послание, проповедь о том, что есть живо Бог. Вот об этом слушал Громой. Он слушал об Иисусе. И он исцелился. Он стал здоровым человеком. Я знаю также, что есть очень много больных людей, которые хотят стать здоровыми. И они не хотят, чтобы за ними ухаживали. Они хотят делать все сами. Просто они не знают, как выбраться оттуда. Слушайте то, что Бог будет говорить к вам. Вера сверхъестественна поднимет вас. Если мы видим, это происходило в Библии. Если Бог призывает нас искать большую веру, значит, Он хочет дать нам большие чудеса. Однажды Иисус сказал Своим ученикам, «Отплывите от берега на глубину и закиньте сети для лова». Не сетку, не закинь удочку, а сети. Почему сети? Потому что улов будет большой, потрясающий. Если ты закинешь удочку, ты только одну рыбку вытащишь, а тебе нужны сети. Бог тебе готов дать большое чудо. Сети есть. Когда они выловили эту всю рыбу, на них сошел страх Божий. Они пришли в ужас, в осознание, что Бог рядом с ними. Эммануил рядом с ними. Они поняли, что это неспроста произошло. Это произошло целенаправленно. Это не ошибка. Это не что-то повторяющееся. Когда вера работает, когда она слушается, Он сказал, «Плывите от берега и закиньте». Там были прикословия, но в итоге было послушание. Если мы верим, и у нас есть вера, это уже хорошо. Теперь нам нужно практиковать эту веру, практиковать ее. Тогда она начнет увеличиваться. Тогда она начнется быть натренированной. Аллилуйя. Я верю, что в следующее воскресенье у вас будет уже совсем другая вера. Вы отплывете от берега и увидите свои чудеса. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь благословит вас.